Зал, призначенный для освещения и экспонатами, сущность охоты и рыболовства. Охота подразделяется на охоту добычи диких крупных копытных животных, диких оленей, лосей, а также пушной промсел. В системе жизнедоиспечения охота на крупных копытных занимает большое достойное место. В здоровейших времен почетным занятием для мужчин была так называемая охота на крупных копытных, на медведя. А рыболовство имело в основном второстепенное значение. Есть отличный способ охоты на крупных копытных, в основном на диких оленей. Дикие олени – это местные, лесные олени и олени, которые мигрируют осенью с тундры. К нам наведываются тундровые олени леновской популяции и иногда заходят таймурской популяции. Вот когда они перепрыгивают через реку Оленёк или другие большие реки, вот в основном болганы и юкагири устраивали так называемые поколки на приправах. Они на лодках-долбленках на прорез плыли к стаду переправляющих олени и били копьями, насаженными на длинное древко, на длинное древко, трехметровое, с приличного расстояния. Они таким образом в самое уязвимое место кололи. Эта копия изделения в древко называются обычно поколюгами. Они имеют ограничители удара, вот такие железные приспособления. Но наши оленивские венки, коронные жители Верховьях и Среднего Течения не принимали в основном на такие охотничьи, большие коллективные мероприятия. Когда они осенью, в октябре месяце, когда начинается гон, птичка оленя, наши в основном охотились с помощью оленя-манчика. Манчика от слова, а манчик, манок, ног, или как будто он спропонсирует схватку с диким оленем-самцом. У каждого охотника бывает и специально приученный, выдрессированный олень. По основному это совмест-произведитель домашний, который имеет разветвленные рога. Вот это главное отличие нашего оленя, что он должен вести вой во время его один раз в году с диким самцом, чтобы выловить его. Перед этим, перед боем, на оленя-манчика закрепляет петлю сплетённых из сухожилий. Закрепляется тонкими связками, только вот один конец крепко привязывается к основанию рогов, и остальные петли должны оборваться. И своего бойцовского оленя, если можно так выразиться, оленя-манчика подбудет к стаду дикого оленя и пускает на длинном аркане к стаду дикого оленя. Доминирующий дикий самец сразу набрасывается на нашего оленя, чтобы на него делать схватку, чтобы защищать свой, уже свое стадо, свой гарем. Во время схватки этих оленей рогами, связки, которые, связка обрывается, и петля оленя-манчика захватывает, а рога запутывает, а рога дикая оленя, самца. И они находятся в мертвой связке. И наш олен-манчик сразу втыкает рога в землю, чтобы удержать попавшегося петлю дикого оленя. А остальные варенки и самки дикого оленя не уходят от своего варжака, и они смотрят на эту схватку. Охотник приближается с подветерной стороны и стреляет сначала на этих вот самок диких и ранит 4 или 5 оленей. Когда стадо диких уходит, чувствуя, что опасность, то в последнюю очередь попавшегося дикого самца, варжака, приканчивает ножом или копьем охотник. Таким образом, за один заход с помощью оленя-манчика наш охотник может добыть 5 или 6 осенних из жирных диких оленей. Вот такой способ. А весной по глубоким семейкам, по насту, в основном, охотится на этих широких лыжах, которые называются тут. Перед вами вот экспонируется вот образец вот такой широкой лыжи. В основном они делаются из ели, деревянный час делается из ели, а покрышка шьется из хамусов осеннего охота или осеннего забоя отдельно готовится. И покрышка и приклеивается к... А манекенка все витали. Манекенка все витали. Манекенка все витали. Весной на дикой коленей охотится вот по насту, по глубокому снегу широкими лыжами, используя вот широкие лыжи оббитие камсами. Широкие лыжи тут изготовляется, состоит из двух частей. Древянный час это делается сели, а покрышка с хамусов осеннего забоя и шьется отдельно. Потом приклеивается к вот этой деревянной заготовке. Рыбьим клеем. Рыбий клей делится из чешуи или из потрохов рыбы. И шерсть по ходу, ложится по ходу движения. и как будто не дает вот этой лыжи вот идти назад, вот как будто тормозит заднее движение, потому что только он может не он имеет опору, как будто служит опорой. А ходник имеет только один вот опорную палку, посох, теперь я дам который вот имеет верхнюю часть вот железное навешие, которое может использовать тоже для чтобы надеть петлю, закрепляет ногу или как будто удлиняет руки или какие-нибудь там подправит вот настроженные самолова или ловушки. Как будто удлиняет руки этим. Таким образом он а рано утром по насту, когда покрывается снег коркой, он начинает охоту, найдя след дикой оленей или лося, гоняя, пускается в погоню и достигает и достигает А животное вот по голубому снегу он на корках, на ледяной корке ранит ноги. Таким образом он быстро становится добычей охотника. весной таким образом можно добыть голубь. Самое голодное время в старину весной бывает очень мало охоты, поэтому только имея таких удальцов, хосунов, которые на широких глыжах тутах может достигать, охотиться на диких крупных копытных.